вот мы начинаем как говорится добрый вечер добрый вечер я так обычно начинаю видео репортажи или видеобеседы добрый вечер это планета джидо и мы сегодня о многом говорили во-первых надо представиться сергей меня кто-то уже знает я роман сегодня в эфире сергей роман сергей роман да обычно мы разными объемом размышлен как это мыслители собираемся вот на сегодня у нас такой вот необычная обстановка вкратце расскажу немножко пару слов о сергей сергея мы знакомым уже давным-давно вот и много лет провели в одном тренировочном зале на одном татами так что наши размышления о дзю и до и жизни они могут быть кому-то интересными кто посмотрит я бы даже назвал сегодняшнюю нашу беседу дзю до и после полуночи потому что начинаем мы как раз до закончим уже по всей видимости после да но мы о многом говорили но правда без видеокамер вот как мне сказал один из моих знакомых зачастую бывает так что не не все нужно выкладывать что 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 как бы хочется сказать иногда бывает так что все-таки стоит не это сказать чем пересказать да это точно но в итоге о том что чем мы говорили тема такая которая хочу немножко поразмышлять над ней это эта тема из-за я вспомнил песни группа воскресенье и ней поется такая вот фраза есть ну возможно это не недословно но смысл такой почему же за столько лет так уныло меняется свет и бредут мудрецы за дураками вслед 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 да да вот мы говорили на разные темы и тема воспитания тему межличностных отношений людей в семье отношение как бы государства к людям отношение людей государства да ну как-то за за женщин в социуме да и понимаю что где-то порой вот зачастую я вот так посмотрел что оказывается так вот то что вот песни поется в этих стихах где задает вопрос этот автор стихов так почему же все таки за столько лет так как ты думаешь сергей но я честно говоря не совсем не совсем хотел уточнить о чем мы говорим если мы говорим так уныло меняется свет подразумевая что в общем-то природа человеческая неизменно и что на протяжении так сказать всей истории существования человека так сказать он размышляет в общем-то примерно одним и тем же ну и бы ему присущи одни и те же пороки одни и те же страсти кипят в нему бурлят одни и те же проблемы его тревожит я все равно думаю что на самом деле отчасти это так но мы сейчас находимся в том самом моменте когда происходит колоссальный перемен в том числе и за затрагивающий самые глубины человеческой природы поэтому это то же самое что и с научно-техническим прогрессом то есть человечество аккумулировало знания на протяжении накапливал научные знания вообще знания природе мироздания на протяжении тысячелетий а потом за какой-то короткий промежуток времени в сто лет произошел просто колоссальный скачок то есть вот этот кумулятивный эффект накопления знаний количество переросло в качество даже так нельзя сказать скорее всего эта сумма знаний накопленных человеку позволил ему совершить колоссальный колоссальный скачок в познании вселенной в познании мира вот познаний законов природы законов по которым существует мироздание так вот так же и человеческая природа в общем то тоже меняется почему потому что большие изменения претерпел социум за последние сто лет то есть вот патриархальный такой довольно консервативной модели мы уже давно ушли большие права ну я конечно мы сейчас если мы вообще мы ведем разговор о таких вещах исключительно в рамках конечно же западной цивилизации женщины получили права они по сути дела сегодня имеют да мне всякого сомнения существует некоторая дискриминация но в целом женщины получили практически равны с мужчинами набор прав и это в свою очередь не могло не повлиять на такой институт как семья а не кажется тебе что женщины начали менять а не кажется тебе что уже зачастую и дети получают однозначно конечно это следующий этап как вы дети уже тоже начали получать такие же права как допустим родители уже даже может быть конкурируется ну это вот развитие гуманистических идей развитие гуманистических идей свобода свобода личности право на самореализацию отсутствие каких-либо так сказать скажем так ограничений кроме постулирования принципа что моя свобода заканчивается там где начинает свобода другого человека но в принципе на верности ранее представление о том что такое норма я к чему к тому что вот эти те перемены которые произошли за за последние 150 лет они конечно очень серьезно затронули социум причем затронули самые его основы в том числе как бы такие базовые институты институт семьи вот о котором мы начали говорить появились какие-то вещи которых мы еще там 150 лет назад или 100 лет назад даже 50 лет назад наверное я честно говоря не знаю когда появилось появился такой институт институт ювенальной юстиции на ювенальной юстиции то есть это институт государственный защищающий ребенка внутри семьи то есть перемены колоссальные помимо перемен связанных с моделью отношений в социуме происходят же перемены еще и и связаны непосредственно затрагивающих физиологию человека научно-технический прогресс дал возможность человеку уже и дешифровать геном и продвинуться далеко вперед в плане технологий репродуктивных искусственных где уже не нужны мужчины и женщины где в принципе может быть нужен только скажем так инкубатор носитель и яйцеклетки сперматозоль могут быть взят сперматозоль могут быть взяты из банка все равно нужен мужчин не может появиться да 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 но я имею ввиду что конкретных двух особей может не быть может быть просто обезличенный банк биоматериалов где есть сперматозоль и где есть яйцеклетки и нужен исключительно таскать инкубатор в виде женщины который выносит этого конкретного эмбриона ну мы знаем там всяких так сказать как это правильно называется короче говоря потихоньку идет процесс киборгизации киборгизации то есть не органика механическая интегрируется в органику в живое человеческое тело поэтому говорить естественно я далек от мысли что такие перемены не меняют природу человека конечно не меняют природу человека конечно не меняют ее самые глубины появились ну и уже давно существуют операции по перемене пола то есть гендерные признаки человек может поменять оперативным путем гормональной терапии и так далее да поэтому я не знаю вот относительно природы человека насколько она остается неизменной насколько человек продолжает волновать те же вопросы и проблемы которые его волновали веками и тысячелетиями не знаю я считаю что в 21 веке это нужно поставить под сомнение так получается что что нет никакого скучного движения движение идет семимильными шагами движение очень активное свет не меняется уныло то есть он далеко не уныл на сегодняшний день он меняется с невероятной скоростью и и получается ты не согласен с тем что мудрецы придут за дураками что мудрецы придут за дураками не думаешь ли ты что вот это вот всякие изменения которые мне так кажется что вот эти изменения они могут они как раз все таки кого называют дураками смотря то есть тут надо определиться в понятиях и кого называют мудрецами да кто сегодня мудрецы и дураки а то есть вот эти даже понятия может быть уже изменены так же как ты говоришь изменить пол так же можно изменить понятия да ну понимаешь допустим что значит мудрецы идут за дураками то есть в определенном смысле конечно но с одной стороны то есть мы же сейчас в постиндустриальном таком обществе существуем и как бы с одной стороны да мы если говорить что имеется в виду когда вот я не просто пытаюсь как-то не знаю понять что имеется в виду в этой фразе мудрецы идут за дураками вслед за дураками что в этой фразе о чем но смотри чему она соцела вот еще сказал что изменился как технологический прогресс и так далее все это ведет тому что вот уже даже не надо там какой-то мужчина и женщина что вот технологии развиты до такой степени что уже мне вспомнилась как бы лаверды мне вспомнилась музыкальная фраза точнее куплет из песенки я не знаю вот ты мне сказал об этой песне эта песня была в каком году спета группа воскресенье 70 а ты помнишь прекрасный фильм нашего детства нашего детства дал был немножко научно-фантастический такой же примерно наверно как через терник звездам то есть не через терник но через 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 терник звездам это был совсем фантастический фильм а как это по киру булочевым фильм про милофона гости из будущего вот вот такого же плана был фильм я не помню в каком году он был снят но я думаю что это либо 79 либо 80 год назывался он приключение электроника ну да 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 и вот в этом фильме приключение электроника помимо песни которую все прекрасно помнят про крылатые качели которые летят 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 была и другая и в той песне в другой были такие слова до чего дошел прогресс до невиданных чудес опустился на глубины и поднялся до небес по забыты хлопоты остановлен бег вкалывают роботы а не человек понимаешь то есть это было прозрето еще тогда что нас ждет в будущем до чего дошел прогресс так опустился на глубины поднялся до небес понимаешь но делать в чем в том что это было идеалистическое представление о будущем когда будут роботы вкалывают и человек будет освобожден от труда и потратит это время которое у него освободиться на что-то такое полезное станет высоко духовным займется саморазвитием достигнет каких-то невиданных высот духа сидя в медитации там уже занимаясь цигуном в мудрости оказалось все по-другому понимаешь что в общем то только как бы небольшая часть населения так всегда был была способна вот это освободившиеся время от рутинного труда и решение каких-то бытовых вопросов потратить на то о чем я сказал до этого а для остальных это ведет тотальной деградации и по сути дела когда машина замещает человека почти во всех сферах жизни ведь мы сейчас сталкиваемся с чем-то там с массовым производством что это такое массовое производство по сути это конвейер когда на конвейере человек оказывается заменен машиной но так получается вот это и есть понимаешь то есть мудрецы начинают идти за дураками то есть вот этот вот массовый вот это вот технологический прогресс по идее это с одной стороны вроде бы это умные придумывают да роботов придумать технологии нет но вне всякого сомнения что технологический прогресс совместно современный то есть я имею под современным это ну условно говоря то что то как это происходит в мире последние 500 лет после эпохи возражения в западном мире да и там с первого с момента первой буржуазной революции вообще с начала формирования вот этой вот формации капитализма да конечно же прогресс двигается капиталом и стоит на службе капитала во многом ведь недаром мы видим это только у нас было так в ссср что у нас из впк из военных разработок какие-то разработки попадали ты понимаешь на скажем так производство каких-то массовых товаров и услуг а там все происходит наоборот движком всего является конечно капитал конечно капитал является движком всего прогресс стоит во многом на службе капитала мы уже не можем быть там это уже везде везде на службе капитала мы уже неразрывно связаны да да но мы же сейчас страна там или это знаешь мы сейчас видим кто занимается самыми прогрессивными разработками в области науки это крупнейшие корпорации такие как гугл такие как корпорации у нас когда так маркер софт как я хочу вот смотри не инвестирует деньги в разные сферы не только вот у тебя очень заниматься здесь разделение между человеком умным и мудрецом это разные вещи ну вот из разговора сегодняшнего нашего который не попал в кадр мы уже выяснили о своей позиции по этому поводу согласен полу что мудрец это стадия медитации конечно мне все по сомнению это стадия медитации когда мудрец аксакал или там я не знаю как как ты назвал этого человека по японски о самом солнце это большой учитель до большой учитель он находится в состоянии медитации в состоянии созерцания вряд ли он фазе активного активной передачи своих знаний это мудрец ну и обычно к мудрецу обращаются за советом он никогда сам не приходит никому на помощь он не стремится передать свои знания к нему действительно приходит за советом к мудрецу знаешь хочу тебе вот сейчас сказать лишь вот к мудрецу приходит на буквально недавно прочитал книжку и там у одного греческого философа так сказать не помню точно кто это был там сократ платон или еще кто-то спросили а почему вы же как бы вот вы мудрец мудрый человек а почему вы ходите к людям они люди приходят к вам на что он значит как сказал он но доктора же приходит к больным они больную к доктору а сегодня я смотрю наоборот все происходит сегодня больной идет к доктору данное дело в том что доктор идут больного только тогда когда его вызвали в общем все дело то есть допустим библейские времена были не мудрецы о пророке но пророки всегда появлялись в такие в библейской истории в такие моменты наиболее напряженные тяжелые моменты истории человеческой тогда появлялись пророки кто такие пророки пророки через них господь говорил со своим народом то есть это был такой канал коммуникации библейские пророки между богом и смотри если есть вот мы сейчас вот говорим о том почему же мудрецы идут за дураками след след не кажется тебе что вот эти все изменения технологические да с одной стороны на наш взгляд они могут показаться такими изобретениями или или технологиями умными да как там не знаю технологии там любые свету даже та же видеокамера да там что буквально там сколько-то сто лет назад никто не мог подумать что такая видеокамера может существовать с другой стороны это все приводит что это технологии не мудры так можно сказать не ну что допустим о чем мы говорим то есть если мы говорим но какие технологии меня жизнь человека так сказать очень серьезно допустим коммуникативные технологии да вот когда ты человек жил так сказать в эпоху до письменной культуры письменной культуры не было на то есть не было возможности записать что-то запит передавать знания в письменном виде и за передавали в устном ты можешь представить и какой какой объем знания на тот момент это было в общем то не так давно да то есть во времена собственно как гомера это была устная культура до времена гомера ходили вот эти вот так сказать как у нас на руси были гусляры да и они пели свои баллады то есть они запоминали колоссальный объем текста наизусть ты же понимаешь можно просто сейчас дело то что значит запоминали огромное количество текста наизусть и вообще огромное количество материал то есть готическая архитектура она родилась в дописьменную то есть она родилась когда то есть начались такое есть такое утверждение но не знаю насколько она корректно что котическая архитектура умерла с появлением печатного станка гутенберга на то есть печатный станок гутенберга это была революция революция была вторая то есть вот первая революция это наверно был переход от дописьменной культуры к письменной культуре да и он изменил жизнь человека то есть посредством вот появление нового средства коммуникации значит по сути дела в эпоху возрождения до появился на рубеже какого 15 16 столетий появился печатный станок гутенберга который сделал возможным очень многие вещи в том числе он сделал возможным религиозную революцию которая произошла в европе и лидером который стал мартин лютер то есть это вот раскол скажем так 2 большой раскол именно печатный станок гутенберга сделал это возможно почему потому что он дал возможность он принес книгу практически в каждый дом распространение информацию скорость скорость распространения информации увеличилась настолько и самое главное что не только скорость и сохранение как бы нет не только скорость но самое главное что стоимость то есть до этого книги были рукописные книги писали эти фолианты переписывали переписчики в монастырях книги Продолжение следует...